МИД России осудил авиаудары по столице Йемена, потребовал провести объективные расследования и наказать виновных. Сегодня сотни жителей Саны протестуют около местного офиса ООН. Напомним, самолеты коалиции в субботу нанесли несколько ударов по зданию, где проходила церемония прощания с отцом министра внутренних дел недавно сформированного правительства Хуситов. В результате атаки погибли более 200 человек, раненых около 600. Добрый вечер! Мы не видим никакой реакции гуманитарных организаций, мониторинговых миссий. Вы знаете, там работает специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену. У него достаточно сбалансированная и правильная позиция, которую поддерживает наше министерство иностранных дел. Поэтому механизм по выработке компромисса между Саудовской Аравией и внутриеменскими делами есть, существует. Но проблема состоит в чем? Американцы уже давно взяли курс на то, чтобы силовые методы доминировали над политическими в решении региональных конфликтов. Удивительно, но именно с подачи американцев была сформирована эта самая арабская коалиция. Она действовала при полном поощрении Соединенных Штатов. Более того, флот Соединенных Штатов обеспечивал различную не только электронную разведку и поддержку издалека, но и боеприпасами, и ракетами и так далее. Поэтому американцы были втянуты в этот конфликт. Они не противились созданию этой коалиции. Более того, они хотели укрепление этой коалиции на волне борьбы с Ираном, который был всегда у них бельмом в глазу. А сейчас получается, у американцев идет расхолаживание отношений с Саудовской Аравией в связи с принятым законом и подписывание, несмотря на то, что Барак Обама не подписал, о возмещениях, о компенсациях жертвам теракта 11 сентября. А все претензии будут предъявлены Саудовской Аравии. И именно сейчас идет такой нажим активный на Саудовскую Аравию с тем, чтобы она заняла более проамериканские позиции, я бы сказал. Поэтому вот этот удар, если бы он произошел, это бесчеловечная вещь, если бы он произошел месяц тому назад, допустим, я думаю, американцы бы молчали об этом. А сегодня именно американцы стоят в авангарде этих всех международных компаний и пытаются взять на себя роль арбитра по проведению следственных действий в связи с этим терактом, можно сказать. Поэтому, безусловно, надо наказывать виновных. Теракт огромного резонанса имеет в мировой и на арабском уровне. Поэтому я думаю, что у нас правильная позиция нашего МИДа, она должна быть поддержана у нас внутри страны. Это то, что выражает Лавров, но при этом надо учитывать, что ответственность не только те арабские страны Персидского залива, которые участвуют в этой коалиции, но надо также судить того, кто организовал эту коалицию, который ее поддерживал на протяжении последних лет. Поэтому война идет там уже не первый год, поэтому там гибнут люди. Почему они гибнут? Кто должен навести там порядок? И какова роль Америки в разжигании этого конфликта? Ведь там, по существу, сталкиваются интересы Ирана, который прикрывает, так сказать, шиитское население и хуситы, и бывшего президента Абдалу Салиха, с одной стороны. А с другой стороны, Саудовская Аравия, которая поддерживает те государственные деятели Иемена, которые сначала сбежали в Саудовскую Аравию, и потом вместе с войсками коалиции вернулись в страну. Поэтому вопрос непростой. И подходить с мерками однозначно невозможно. В любой войне жертвы колоссальны. Везде. И в Сирии, и в Йемене, и в Ливии. Тем более, когда речь идет о столкновении национальных интересов, но, к сожалению, в эти интересы не входят как раз интересы самих йеменцев. Спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов был с нами на прямой связи.